Раньше на выборах в Госдуму в бюллетене было больше 20 партий. И еще можно было проголосовать против всех. Выбор был богатый. Сейчас партий всего 7, а строку против всех отменили. И многим избирателям приходится решать задачку, как выразить на выборах свою волю. За кого голосовать или не голосовать, не за кого, а сделать с бюллетенем что-то другое. Или вообще не участвовать, презреть, проигнорировать. Попробуем разобраться. В самый простой вариант вообще не пойти. Но не стоит думать, что таким образом голос не будет учтен. Формально так и есть. На деле же отказ голосовать засчитывается в пользу победителей на выборах. Порог явки отменен. Выборы состоятся при любом числе проголосовавших. Да и протест ваш не будет замечен. Он растворится среди десятков миллионов тех, кто никогда не ходит на выборы. Кроме того, есть опасность, что кто-то проголосует за вас. Можно получить бюллетень, но не опустить его в урну. Унести себе в коллекцию или прилюдно уничтожить. В этом случае вашим голосом уже никто не сможет воспользоваться. Но главное, эффект будет, скорее всего, не тот, которого вы ожидаете. Явка же будет выше, но на процент, получаемый партиями, такой выбор никак не влияет. Если написать какие-то слова или перечеркнуть, это никакого значения иметь не будет. Можно испортить бюллетень, опустить в урну, не делая в нем никаких отметок. Можно поставить значки у двух, нескольких или сразу всех партий. В этом случае бюллетень должен быть признан недействительным. Когда вы портите бюллетень, вы снижаете проценты всем партиям. Если у какой-то партии процент опустится ниже 7%, она потеряет сразу около 30 мандатов. Зато другие партии, получившие больше 7%, выиграют. Эти мандаты перейдут им. И получится так, что вы подыграете тем, кого больше всего не любите. Остается последний вариант. Все-таки голосовать. А как выбирать, если не видишь среди предложенных партий ту, что заслуживает доверия? Надо просто понять, что идеала не бывает, и попытаться определить, кто из великолепной семерки вам ближе. Просмотреть программы или хотя бы агит-материалы. В этом случае вы будете уверены в том, что никто не воспользуется вашим голосом. Кроме того, только таким способом вы сможете реально влиять на распределение мест в Государственной Думе. Думайте и решайте. Выбор за вами. Продолжение следует...